Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах сильные осадки, возможен туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью и утром в горах порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем от 1 мороза до 4 тепла. На дорогах местами гололедится. В Черкесске временами осадки, дождь, мокрый снег и туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью отмечается 1-3 тепла, днем плюс 2, плюс 4 градуса. Эта школьница из Черкеска, несмотря на юный возраст, очень разносторонняя личность. Сабина Кайчуева, ученица 11 класса 17 гимназии, стала участницей Всероссийской гуманитарной телевизионной игры «Умники и умницы». Она профессионально играет на фортепиано, занимается национальными танцами и верховой ездой. Сабина – победитель многочисленных всероссийских и даже международных олимпиад. В эти минуты в нашей студии она расскажет моей соведущей Белли Джозаевой о будущей профессии и своих планах. Доброе утро всем. Доброе утро, Сабиночка. Доброе утро. Я рада знакомству с тобой, потому что ты, девочка, очень интересная, очень разносторонняя. Я знаю, что буквально недавно ты побывала на Первом канале, принимала участие в телевизионной гуманитарной игре «Умники и умницы». Мне бы хотелось, чтобы для начала нашего разговора, в начале нашего разговора, ты поделилась своими впечатлениями. Я знаю, что вопрос был по истории и знаю, что он был сложный. Ну, расскажи. Вот про эти дорожки, как ты туда попала и так далее. Честно говоря, впечатления незабываемые. И, наверное, потому что во главе этой игры стоит один из лучших интеллектуальных разумов нашей страны, который ценит рвение к труда, пытается приумножить красоту нашего будущего поколения. Юрий Павлович Вяземский оставил на моей душе неизгладимое впечатление, потому что общение с этим человеком, хоть оно было и непродолжительным в течение трех дней, но, мне кажется, оно заполнится на всю мою жизнь. Это просто удивительный человек, удивительные эмоции. А касательно дорожек, я, честно говоря, не предполагала, что я буду агонистом выступать на дорожках. В репетиционный день Юрий Павлович провел конкурс красноречия и среди 60 детей отобрал 12 человек, которые встанут на дорожке. Честно, предположить, что я встану на них, я не могла. И это было тоже для меня просто шоком и сенсацией на тот момент. Что касается тебя в целом, я знаю, что ты профессионально занималась музыкой, музыкальную школу, окончила по классу фортепиано. Далее ты занималась национальными танцами, вернее, параллельно верховой ездой. Ну, ты... А, еще я забыла сказать, что ты очень любишь учиться и учишься на отлично. Вот. Скажи, как ты все успеваешь, вот как ты распределяешь свое время? На самом деле, наверное, все зависит от распорядка дня. Приходилось чем-то, конечно, может и жертвовать. Ну, то есть свободными минутами вместо музыкальной школы приходилось идти в музыкальную школу на репетиции вместо того, чтобы гулять с друзьями. Ну, какими-то вещами, естественно, приходится вкладывать свое образование для того, чтобы позже... Если говорить о твоем образовании, я знаю, что твоими любимыми предметами являются химия и биология, так как ты уже твердо решила стать врачом. Но я знаю, что ты пробовала свои силы и в журналистике была ведущей детских новостей. Почему ты вот пошла в медицину, решила пойти в медицину? С чем связано такое решение? Дело в том, что у меня к самим наукам химии и биологии лежит душа. И это решение я приняла еще много лет назад. И твердо на меня оказала большое влияние моя бабушка. Это в каком-то роде ее мечта, которую я очень хочу осуществить. Пользуясь случаем в преддверии Нового года, я хочу выразить большую благодарность Земфире Хамидовне и Жанне Мухаджировне и всем педагогам ЦДОТ, потому что они очень помогли нам во время нахождения в Москве, поддерживали нас морально, перед выступлением звонили. От них просто излучалась колоссальная поддержка, без них ничего бы не получилось. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир продолжит вещание на базинском языке в 9 часов. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Город Черкесск. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова